То есть вы уже допускаете, что победы мы не одержим? Надо будет думать о спасении России просто. Потому что в России сейчас есть две силы. Первая – это вот наша апатичная руководство страны, которая непонятно что хочет, но явно она уже внутренне проиграла вообще эту войну у себя в голове. Есть еще наши замечательные либералы. Военный преступник Игорь Гиркин вернулся в российскую столицу и размышляет, кого начать казнить. По большому-то счету в его системе координат уничтожить нужно всех. Либералов, российских военно-начальников, конечно, в первую очередь на лобное место нужно тянуть кого? Да всех подряд. И Шойгу, и Герасимова, и российских генералов-коррупционеров. И вообще нужна не такая мобилизация, которую провел Путин, а полноценная, чтобы в Украину отправить миллионы солдат. Да, понимаешь, что в его вот этом логическом ряде вроде бы все нормально. Но на самом-то деле этот человек по большому-то счету такой же идиот, как и все остальные российские руководители, потому что они не рассматривают одну простую опцию. Можно просто не воевать. Люди не хотят слышать, особенно военные, про зерновые сделки, про аммиака, провод. У нас будет вообще война и победа? Или можно просто закрывать лавочку, втыкать шифт в землю, и не класть просто солдат непонятно ради чего? Ради аммиака солдаты не готовы военные воевать. Гиркин критикует Путина лично за то, что он ведет спецоперацию, а не войну. Ну, разница на самом-то деле на земле не чувствуется вообще. Трупы, трупы с двух сторон, разрушение и смерть. Но юридически вопрос просто принципиальный, потому что войну ты не можешь остановить в любой момент, а спецоперацию может. Потому что почему они вот такую позицию пропагандируют, что, мол, какие цели войны? Да нет их, никто их не знает. Потому что если ты не заявляешь цель, то ты можешь в любой момент что сделать? Ага, отступить. Вот и все. И да, грустный и точка Гиркин рассказывал об апатии российских солдат, говорил о том, что все пропало, все украли, почему вышли из российского города Херсон, говорил о том, что пирамидки Суровикина не спасут российскую армию от украинского наступления. И самое главное, да, самое главное то, что моральный дух вооруженных сил Украины на порядок выше. И мы прекрасно знаем, за что мы убиваем российских оккупантов. Тем более, что прилетают хаймерсы не только по рядовым, а прилетают и по штабам армии, корпусов, дивизии, бригад. И нехило прилетают. Противник силен. Очень силен. И там не машут там переулы. И Коношенков сколько набил, столько не бывает просто жизни, сколько он набил. Все это тоже понимают. Гиркин стал угрюмым фанатиком. Понимает, что Украину не победить, но в любом случае хочет последний рывок. И для этого нужно в первую очередь железная диктатура внутри России. И естественно, нужно на лобном месте кого казнить. Наших дорогих, известных деятелей, которые частенько были на этом YouTube-канале. Мы, кстати, на него уже подписались. А кто это? Конечно же, это Риббентроп и, ну в смысле, Сергей Лавров и Сергей Шойгу. Два Сережи должны лишиться своих голов. В прямом смысле этого слова. Вслед за кадрами, соответственно. Во-первых, необходимы просто показательные казни. Я говорю, ну налобное место вытаскивать там. Во-вторых, то есть, ну должны быть назначены, если уж не... Если, конечно, президент рано или поздно не хочет, чтобы на него все стрелы перевели. Как вам такой вариант? Нужно назначить виноватых. Потому что, если этого не сделать сейчас, то виноват будет Путин. Я со всей уверенностью заявляю, что в конечном итоге ответственность понесут все. От Путина до последнего российского недопропагандиста. Но ни единого шанса у Украины на самом деле победить в этой войне нет. Его не было изначально. Давайте до информации, если можно, с вашего дозвола. Бойцы спецпідроздела вашего выполняют боевые задачи в разных секторах. Да, где и про что можно поговорить с приводу облаштунки справ на фронте. Мы будем вам очень благодарны, если вы нас поинформуете с огляду на то, что можно говорить. Весь хор сейчас на Бахмуте. Військовая компания Вагнер там тоже их чимала кількість заявлено, что они там есть. Чому настолько важливо стольких людей своих покласти заради Бахмута? Для Российской Федерации, я имею в виду. Это ключевое, наверное, но судя по количеству действительно людей, которые пригнала туда Россия, и судя по тому, сколько здесь нас, это действительно, наверное, вот битва за Бахмут станет ключевой в этой войне. Я не исключаю такого, что здесь действительно будет решаться очень и очень многое. Потому что, если раньше как-то мы обсуждали четыре направления, то сейчас всем очевидно, что восточное ключевое. Не забываем про Авдеевку, там очень тяжело и очень горячо приходится. А тут, конечно, просто столпотворение. То есть обстрелы Бахмут закидывают чем угодно, любыми боеприпасами, пожары, разрушения. Он превращается, мне кажется, в Мариуполь на последней стадии. И, к сожалению, один из самых старых, если не самый старый город в Донецкой области, со своими старинными домами, улицами, его разрушают. И очень много пехотных атак. То есть в лоб идут действительно неподготовленные мобики, чмобики, просто призывники российские, срочники, контрактники свежие. Те, кто профессионалы, допустим, те же вагнеровцы, не уголовники, а военные, они очень активно идут, заходят с флангов, с тылов, заходят в ДРГ, в сам Бахмут, даже чуть дальше углубляются. То есть борьба идет, ну, прям не линия фронта, а вот везде. Поэтому в Бахмуте, ну, в самом Бахмуте, когда ты находишься, отдыхать не приходится, все отдыхать отходят рядом, другие населенные пункты, потому что там непрерывная война. И не будем забывать, что это и психологическое значение имеет, потому что Россия при всех своих ура-обещаниях, там, победим Украину за два дня, что там ее побеждать, помните, Симонян, Киев за три дня, Украина за неделю, за десять дней. Реально они взяли только один областной центр Херсон, и его освободила украинская армия, уже сейчас. И мы видим, что они вынуждены делать жесты доброй воли, так называемые, под Запорожской области. Тот же инженерные, апологи, потому что наша арта их накрывает. И сейчас Бахмут для них приобретает такое психологическое значение, он на слуху с июня месяца точно. Они обещали его тоже взять за пару дней после Лисичанска, так и не смогли. Поэтому им что-то надо преподнести в качестве политического результата. Мол, мы освобождаем Донецкую область, ДНР, как они называют, уже это часть России. И вот это будет, наверное, политический для них такой приз. Ну и плюс не забываем про логистику. Это дорога автомобильная, которая соединяет Донецк, Горловку, Зайцево, Курдюмовку, Майорск, Бахмут, Дружковку, Константиновку, Покровск. А если идти на север, то через Бахмут можно идти на Краматорск, Славянск. ПОДПИШИТЬСЯ НА КАНАЛ И НЕ ПРОПУСКАЙТЕ НОВІ ВІДЕО, ПИШИТЬ КОМЕНТАРІ И ДІЛІТЬСЯ З ДРУЗЯМИ. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео. Реквізити в описі до відео.